у нас сегодня 8 марта с праздником но это видео будет не 8 марта ну с праздника вот и мы идем в одно место которое которым сегодня можно попробовать цветы пирожное с цветами вот идем попробуем и вам покажем какой у нас здесь красивый дом все время забывая его снять вот какая красота вообще 8 марта в чехии не выходной день конечно но последнее время я не знаю последних лет 10 наверное и после сильнее сильнее начинает отмечать я когда приехала это было больше 20 лет назад а 8 марта здесь и собаки не гавкали но было там такое какие-то старейшие старейшины помнили об этом дне ну в основном старшие люди а так особо никто не отмечал мне кажется а сейчас прям везде пишут во всех магазинах особенно в цветочных или там косметика реклама по телевизору и сегодня везде я вижу девушки с цветами мужчины с цветами своим женам или девушка в общем праздник все больше и больше стану возвращается ну и хорошо почему нет это хороший праздник особенно если учесть его корни этого праздника так вот те женщины которые тогда вышли за права женщин намного были более прогрессивными чем сегодняшние так называемые феминистки которые не бреют подмышками и так далее и не празднуют такие праздники гендерные а мы празднуем гендерные праздники так да еще раз мы идем в какое-то кафе еще случайно увидела рекламу там какие-то авторские пирожные вот эти с цветами не цвета да там вроде бы добавлены цветы и они форме роз восьмому марту восьмому марта так что сейчас посмотрим надеюсь они еще там есть буквально недавно здесь была помойка просто помойка уже выросло такое здание на всю улицу вот уже наш с наша сторон старая новая достопримечательность масса речка по проекту компании иранского архитектора захи ходит или как там правильная зовут вот ну мы осенью снимали это это здание мы его снимали и здесь была красивая подсветка внизу стояли разноцветные лампочки очень красиво подсвечивалась но все уже не подсвечивают но тем не менее здание не перестало быть красивым и наверху если я правильно понимаю какая-то площадка будет ну посмотрим ладно идем дальше мне еще тут очень красивый вид нравится все мы пришли на место место встречи к вот это кафе не знала дорожки стоят кстати в витрине в общем пришли мы в эту кафе милеме которая находится на клеменской улице обслуга вся по-русски говорит но что-то я так и подозревала что это будет что-то нашинское ну эдик оказался хитрее он заказал себе обычный клярчик а я розочку потому что я родине я сюда пришла но визуально она ну такое видимо вот эти цветы которые обещают в пирожном но это очень вкусно такой нежный манговый крем просто прелесть интересно что у эдика вкусно будет твой клярчик или нет очень вкусно кисло сладенько такая и там еще какие-то ягодки мне кажется клюква что-то такое так посидели мы в кафе очень все вкусно кстати дороговато 8 евро 8 до 8 евро стояла такая розочка она на картинке была красивее но жизнь она не такая красивая но ужасно вкусная ну завтра мы пойдем уже отмечать 8 марта более серьезно просто завтра суббота пойдем в ресторан но сегодня идем сейчас еще зайдем на староместскую площадь и пойдем домой вот несколько масла так мы даже что значит сегодня праздник мы даже черте что не но мы даже ну да обычно пишут сегодня праздник у кого-то конкретно или тут каждого у кого-то да обычно каждый день кто-то празднует какой-то праздник какое-то имя вот эдуард будет 18 марта я знаю что я валерия 18 апреля у нас ровный месяц вот здесь к этому очень серьезно относятся к таким праздникам вот там написано днесма сватик мы даже сегодня праздник у мезинародного ну международного дня женщин мы даже очень много туристов в праге кстати вообще я не знаю ну март уже начался уже все да уже начинается туристический сезон вот мы ждем когда в апреле откроется вот есть фирма ботаникус вот она перед нами этот магазин очень всем рекомендую кто будет в праге и в апреле откроется деревенька средневековая в которой это все изготавливают эту косметику и мы туда хотим поехать там очень интересно обязательно нужно посетить но пока еще все это закрыто или в апреле и даже в мае но мне нравится в апреле это открывается вот ну туристов уже много мне кажется в последний раз мы были на старомаке как здесь была елка если я не ошибаюсь да да мы здесь были на новый год потом мы уехали внизу потом мы улетели в катар вот спустя два месяца уже даже сегодня 8 марта пришли на старомак елки нет елки-палки а все мы идем домой а завтра продолжим празднование 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 8 марта а потом будет 8 мая 9 мая хотим приехать в берлин до 9 мая еще есть время все домой утро нового дня 9 марта ну и мы идем в город и хотим вам рассказать страшные легенды праги легенды это или не легенды мы не знаем но люди говорят что все это на самом деле было в общем сейчас мы это все расскажем и первая история о которой мы расскажем первая легенда связана не с древностью а с общественным транспортом этик надевай очки будем исследовать да будем исследовать и мы все больше склонны к тому что рано или поздно мы сходим на кладбище как она будет на богницкое кладбище сумасшедшие кладбище где похоронены сумасшедшие где похоронены убийцы где похоронены маньяки где похоронены дети рожденные в сумасшедшем доме но это не сегодня будет а сегодня мы расскажем страшные пражские истории вперед одна из пражских страшилок эта история об инфицированных иглах согласно этой истории наркоманы намеренно вставляют в сиденья общественного транспорта скамейки в парках и детские песочницы инфицированные иглы чтобы заражать людей гепатитом или вич-инфекцией в действительности в чехии каждый год несколько человек ранится иглами брошенными в общественных местах но пока медицине неизвестно ни единого случая заражения от оставленных игл так как упомянутые вирусы очень чувствительны к высыханию а вообще ноги этой легенды растут из сша в штатах страшные истории об инфицированных иглах появились восьмидесятые годы 2011 году эта история даже вдохновила бразильского врача на то чтобы вместо сигнализации разместить на заборе своего участка инфицированные шпризы с вирусом и вич еще одна страшная история праги уходит своими корнями восьмидесятые годы прошлого столетия именно тогда на улицах города появилась черная санитка это черная скорая помощь которая ездила по городу и похищала детей и молодежь по легенде черная скорая убивала похищенных людей чтобы продать их органы больным богачам на западе мы приехали в самый центр города еще хотелось еще сказать недавно наткнулась на ролик одной женщины которая приехала в прагу поселилась в центре приехала на из испании и очень возмущалась что вокруг ее отеля не было ни торговых центров не ресторанов дешевых в центре в центре праге причем человек приехал из испании в которой вообще сиеста существует и днем очень сложно где-то пообедать или купить что-нибудь так вот меня очень возмутило конечно это видео но не суть хочется сказать о том что в центре праги есть все и торговые центры есть центре праги возле которого мы сейчас находимся например вот например он называется палладиум здесь и фудкорт есть наверху и супермаркет здесь есть альберт понятно что всякие h&m манго зара не знают зара правда есть но не суть ну супермаркет здесь есть фудкорт наверху есть кстати напротив вон есть ресторанчик который называется написано цоа там очень вкусно азиатская кухня возвращается к своему ли все любимой азиатской кухни вот там очень вкусно во первых там готовят вот там и азиаты вроде есть но она такая очень цивильная там все и все действительно вкусно и очень красиво внутри так вот если и по ценам там ходят чехи в основном но и иностранцы тоже которые здесь останавливаются вот так что все в центре есть надо просто знать куда идти или спрашивать или искать на картах супермаркет и супермаркет и и там есть еще пенни маркет кстати дешевый магазин здесь недалеко еще есть лидл здесь сейчас правда закрыли потому что котла на ремонте здесь и альберты еще тоже супермаркет альберт здесь был альберт ну и сейчас вообще все закрыли я смотрю оба так и погоди старый трамвай она а мы идем какая красота мы идем и будем рассказывать легенды праги дальше вот еще раз или кто-то захочет хороший азиатский ресторан в праге вот вот он там очень вкусненько а вот еще в центре города улица который называется длоуан долгая эта улица нас выведет вообще на старометскую площадь если идти так вот прям в центре праги в самом центре есть вот тут впереди на углу ресторан лакал это как бы все эти ресторанов они разные там лакал вот рэфы на гуса а колхов на это все это все рестораны с чешской кухни как бы знакомиться с чешской кухней лучше всего не в ресторане швейк где вам принесут за сумасшедшие деньги рульку не самую вкусную а именно вот в таких местах вот например этот локал вот улица лова вот этот локал можете точно идти сюда ходят чехи здесь действительно будет чешская кухня и действительно будет недорого просто нужно знать куда зайти в центре про прям в центре праги очень много ресторанов куда ходят местные вот локал один из них и сегодня мы идем вот это ну а вот эти говори что это тоже что-то чешское все чешское но смысле а и сегодня мы тоже идем отмечать 8 марта 9 марта мы идем в такую же в одну из тоже типа вот этого локала но мне кажется но все относится к одной в этой сети называется колхов на тоже там только местные ходят ну или их кто знает вот и иностранцы которые живут не знаю если я это влезет в сегодняшнее видео вот этим идем большой компании очень отмечать 8 марта будем у нас вот и русские украинцы и чехи так вот идем в ресторан довольно недорого просто он не в самом центре конечно но и таких ресторанов в центре очень много колхов на мне кажется есть центре но может колхов на нет а точно да 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 ну и вот локал а это локал в продолжение что-ли да вот люди он салока локал огромный какой и вот настоящая кухня чешской рон к недлике вот это все если чтоб не платить огромные деньги где-то там на масловской площади вас непонятно чем накормят и сдерут три дорога так лучше сходить отсюда или говорю найдите ресторан который называется по трефа на гуса тоже все такое для своих кто знает тот ходит а мы идем вот куда видите онежский клаштер и вот с этим онежским клаштером связано тоже одна легенда возле монастыря святой онежки чешской нужно быть очень внимательным потому что здесь можно встретить призрак дочери богатого дворянина которая однажды влюбилась в бедного рыцаря отец девушки был против этой любви и решил отправить дочь в монастырь за день до отъезда возлюбленные решили сбежать но были остановлены отцом девушки который в порыве ярости заколол дочь говорят убитую девушку видят люди страдающие от несчастной любви в один день ее видят окровавленную в слезах а в другой день с улыбкой на лице и мыслями о своем любимой кстати это убитая своим отцом девушка не единственная есть еще и такая история богатый вельможа владелец золотых приисков мечтал выдать свою единственную дочь замуж за знатного дворянина но она как назло влюбилась в молодого конечно же бедного парня разозлившись отец отправил ее в один из пражских монастырей влюбленный парень долго ходил вокруг монастыря добиваясь встречи с любимой и в конце концов договорился с ней о побеге но отец девушки узнал что влюбленные собрались бежать и подкараулив их отрубил своей дочери голову мечом произнеся при этом страшное проклятие вот и ходит с тех пор несчастная без головы по улицам праги в общем призрак убитой девушки в слезах мы так и не встретили возле монастыря но не теряем надежду встретить кого-нибудь другого поэтому идем гулять дальше Прага полна Тайных привидений которые бродят по улицам мы просто может даже не знаем что это они в общем идем дальше Федик это ты? Нет, я привидение Когда-то давным-давно в Праге жил благородный рыцарь тамплиер который ездил на своем белоснежном коне но однажды как это часто бывало в те давние времена враги ему отрубили голову после чего прокляли на вечную жизнь без головы с тех пор он так и бродит по Праге с головой в руках останавливает храбрых прохожих и просит избавить его от проклятия вечной безголовой жизни для этого человеку нужно быть настолько сильным и бесстрашным чтобы остановить коня и пронзить сердце рыцаря его же мечом если вы хотите помочь этому рыцарю то его можно встретить на пражских улочках между полночью и часом ночи срамота а еще по Праге бродит призрак старика цирюльника но он очень даже не безобидный а началось все вот как однажды пражский цирюльник увлекся алхимией но безуспешно и растратил все семейные сбережения в итоге семье стало нечего есть дом пришлось продать дочери отправились на панель а жена покончила с собой а что же цирюльник а он сошел с ума и вооружившись бритвой стал нападать на прохожих пока его не прикончила городская стража теперь его дух с опасной бритвой в руке изредка является людям и спрашивает нельзя ли их побрить те конечно отказывается но если вдруг кто-то рискнет и подпустит к себе это привидение то после бритья оно то конечно обретет покой а вот что будет с побритым представить даже страшно а сейчас мы идем в одно место с очень смешным названием козий пятачок на него выходит козья улица и на этом месте произошла страшная история в которой невозможно молчать конечно и эта улица эта история связана конечно же с козами не просто с козами а с каретой запряженной горящими козами вот так сейчас расскажем и покажем это место внимание ну а прежде чем мы выйдем на козий пятачок хочется показать вот этот дом впереди его строят здесь разрыли котлован здесь что-то нашли ну да это задолжительно строить в центре музея эти поматкажи по-русски этих забывают русские в общем когда здесь начали что-то строить поматкажи ну это всякие археологи всегда должны осмотреть местность когда в центре из-за этого часто возникают огромные проблемы потому что археологи конечно же что-то находят потому что это центр Праги это все-таки а нашли здесь какие-то в общем что-то очень не сильно важное судя по всему но для археологов это было исторически ценно несколько лет стояла здесь просто разрытый котлован ничего не строили и вуаля в течение пары месяцев потому что мне кажется перед новым годом здесь еще ничего не было короче Эдик скривил лицо на меня сказал что наверное перед новым годом здесь уже был не суть вообще очень быстро здесь построили дом который долго не могли начать строить вот интересно здесь будет жилой ну да похоже что жилой дом будет здесь вот такой дом строят в центре Праги в двух шагах от Старомесской площади и так вот это улица Козья с названием Козья по-чешски Козь это Козья Пятачок называется такая площадь ну площадь мне кажется называется иначе но в народе это называется Козья Пятачок и вот здесь на Козьем Пятачке произошла очередная легенда очень часто после полуночи выезжает из еврейского гетто и едет к Козьему Пятачку карета запряженная огненными козлами это страшное но абсолютно безвредное привидение бояться его не следует известен только один случай окончившийся трагически давным-давно на Козьем Пятачке жила девушка красивая но любившая в жизни только музыку и танцы вот так бы и плясала день и ночь и вот однажды убежала она из дому на танцы и задержалась там до полуночи мать девушки догадывалась где ее искать и пошла на поиски девушка узнав что мать ее разыскивает побежала домой и почти уже добежала до Козьего Пятачка как выскочила прямо перед ней упряжка огненных козлов шерсть которых полыхала пламенем девушка от страха упала и умерла прямо на глазах своей матери а повозка ничего и не сделала за три шага козлы остановились перед лежащей девушкой и исчезли вместе с колесницей еще раз об этих археологах почему вообще начали возле этого дома рассказывать о том что здесь в центре Праги ужасно сложно что-то построить начинают что-то люди строят раскапывают приходят археологи находят в любом случае что-то найдут и начинается катавасия это не всегда но вспомни история сейчас вот с этим домом я помню там котлован мы там парковали машину там сначала была заброшенная парковка какая-то потом ее огородили и несколько лет она стояла просто заброшенная потому что там нашли какое-то что-то какой-то может быть черепок они понимают закон закон такой в центре Праги начнут копать и придут археологи они могут ничего не найти просто это будет год стоять закон такой что год пусть они искать что-то да а искать значит когда закончится год уже могут строить да потому что в том месте где сейчас построен наша новая достопримечательность мы вчера были возле этого здания как она Масаричка там реально что-то нашли и вспомни сколько оно стояло из-за этого заброшенное ну да это был какой-то ужас там даже думали что может вообще ничего строить не будет разрыли котлован возле Масарикового вокзала сколько лет оно стояло его никто не трогал только из-за того что там археологи что-то нашли а не факт что нашли что-то такое прям вообще вау но там никогда их не видел да там причем никто никогда не видел этих археологов в общем оно стояло там раскопанное я не знаю сколько времени но лет пять так точно и потом вуаля построили наконец-то слава богу аллилуйя построили вот эту Масаричку сейчас построят еще здание рядом так же и вот это в общем центр Праги это конечно здесь стоит что-то раскопать и потом начинается это Вася с котлованами и стройками на века но хотя этот дом очень быстро построили так же и Масаричка она стояла очень долго в раскопках а потом так 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 и все готово Масаричка построена это новейшая история Праги да ну а мы садим на Козьмем пятачке когда-то здесь если верить названию улице когда-то здесь продавали коз наверное я Эдик помнит я помню я продавал козы ну Эдик намного старше чем я поэтому он помнит а я не помню такого идем дальше улица впереди тоже называется Козья и она нас выведет в бар Козочка где собирается хоккеисты здесь бар Козочка в котором собираются хоккеисты сказал Эдик Эдик вот название вот название улицы что туда ходят хоккеисты чешские и ходят туда молодые волки а волка это девушка молодые девушки чтоб познакомиться с хоккеистом в общем рассказываем дальше идем в сторону старой местной площади и на старой местной площади есть тынский собор и вот с этим тынским собором ну да с собором с тынским собором тоже одна легенда связана ну а пока мы подойдем к тынскому собору я вспомнила что Эдик сказал он так сказал девки ходят так вот о женщинах легкого поведения это не те которые ходят в бар Козочка о женщинах легкого поведения из прошлого Праги с ними тоже связана одна легенда Пражская правда это все связано с улицей Целэтна мы сейчас не на ней ну не будем искать улицу Целэтна а расскажем это на Козьей улице женщин легкого поведения много было когда-то на улицах старой Праги но две самые настойчивые в качестве приведений дошли и до наших дней и бродят по Пражским улицам по сей день история первая такая убегая от городской стражи заскочила она в темный двор где и нашла свою погибель ее загрызла огромная собака с тех пор и ходит она по задворкам прячется в темных углах порванными юбками шурша людей и света избегает а вторая на Целэтная улице встретила молодого капеллана и свою грудь перед ним обнажила он в возмущении ударил ее крестом по голове и проломил череп и так расстроился что замертво упал возле своей жертвы так они появляются вдвоем женщина с голой грудью и капеллан который не может от нее убежать как бы не старался ну а вот это называется тынская уличка а почему потому что вот впереди знаменитый тынский храм и вот одна из историй связана с тынским храмом точнее с одной монашкой жила когда-то в Праге госпожа злая и жадная к своим служанкам относилась она очень плохо а среди служанок была девушка очень набожная как заслышана колокол тынского храма что поблизости был так руки для молитвы и складывает злая госпожа увидев что она молится вместо работы замучила ее до смерти но после смерти девушки у дамы проснулась совесть и она ушла в монахине раздав все свое имущество бедным но часть завещала потратить на новый колокол тынского храма и теперь по ночам в тынской башне она своими руками раскачивает язык колокола который сама и подарила еще в праге возле тынского храма можно увидеть призрачную старуху с метлой в прошлом она была женой дворника и такой ленивой что мужу приходилось выполнять и свои обязанности и заниматься домашними делами однажды зимой он заболел а жена в тот день отказалась готовить обед на улице было холодно и он ослабленный болезнью и голодом пошел убирать снег вокруг тынского храма упал сломал ногу и вскоре умер а дух его супруги теперь ходит и заметает улицы вокруг храма правда это или нет я не знаю супругу несчастного дворника мы не встретили а вот историю об этом кубке который сначала отсюда исчез потом вернулся мы рассказывали в одном из своих видео пересказывать не станем но эта история интересная ну и конечно самые главные легенды праги связаны с главным пражским символом с карловым мостом на который мы сейчас тоже зайдем и расскажем о нем ну помимо карлового моста конечно же мая символом праги является еще и орлой под которым вот уже стоит очередь из желающих посмотреть на главное шоу страны ну о мастере ганнуше создавшем эту красоту мы тоже рассказывали в одном из своих видео и рассказывать тоже не будем плюс я уверена большинство и так знают эту историю вот тут свадьба а невеста невеста в черном прикольно может она разводится они замуж выходят так продолжаем наш путь а вот здесь еще одна глубоко беременная невеста стоит вообще да да вообще здесь расписаться или как это правильно сказать ну да расписаться сыграть свадьбу вступить в брак на Минской части Прага-1 мечтают многие и здесь решающая очередь чтобы здесь это совершить одна девушка аж забеременела так долго что ну а здесь ужасный срач потому что какие-то туристы не сделают ну какие-то да туристы наверное не знают о существовании мусорных этих бачков или как это блин я хотел сказать отпадковый кож по-русски это ну мусорный бачок да ну не знаю бросают себе под ноги и идут дальше что я не могу понять так вот этот трдлник с мороженым то есть это это мода да трдлник он сам по себе вкусный без всякого мороженого потому что это слоеное тесто с корицей горячее что такое полицей и вот в это горячее тесто слоеное слоеное вкладывают или кладут ну да вкладывают холодное мороженое тесто тесто становится мокрым мороженое тает ну я вообще не понимаю вот это или нутелла оно и так сладкое это тердл я не понимаю нет для меня тердлник это тердлник вот вот этот вот конус сладкий с корицей теплое слоеное тесто чтобы оно было чтоб теплое обязательно было ну без вот этого всякого наполнения потому что это уже все это уже не трдлник это уже просто это просто мороженое в стаканчике в тесте да в тесте ну не знаю вкус трдлника теряется а еще в Праге часто можно увидеть попрошаек с собаками сидящих ну или без собак ну на самом деле всякие румыны или очень непонятно бездельники какие-то вот но есть еще человек вернее не человек есть еще есть еще привидение которое тоже может входить и просить денег это скелет и вот если вы его увидите вот лучше ему дайте чем попрошайкам из Румынии потому что у него тоже очень грустная история один пражский доктор очень любил коллекционировать человеческие скелеты и особенно сильно мечтал о скелете своего слуги это был высокий и красивый молодой парень в двери он входил нагнувшись и даже на двух кроватях спал уговаривал его доктор завещать свой скелет ему обещал даже что на вход в анатомический зал поставит и посох в руки даст золотым наконечником но слуга все не соглашался к сожалению молодой слуга очень любил выпить и однажды когда денег на выпивку не было согласился и подписал договор с доктором все равно подумал он переживуя старого доктора и отправился в трактир где напился до смерти и так с кружкой в руке и помер доктор слово сдержал скелет на почетном месте поставил но стоит этот скелет там лишь только до полуночи а как только пробьет двенадцать берет он свой посох и выходит на улице где останавливает прохожих и очень вежливо и грустно просит денег для того чтобы скелет свой выкупить в общем если встретите этого парня дайте ему денег ну а мы приближаемся к святая святых в Карловом мосту вот сколько людей туда приближается тоже и отближается от него заодно ну и конечно же главные легенды города связаны с этим местом Карлов мост это самое знаковое и популярное туристическое место Праги в конце двадцатого века по мосту прошелся сам Далай-лама известный буддист сказал что это сооружение находится в центре вселенной здесь замечательная аура которая всегда будет притягивать людей про Карлов мост ходит немало легенд когда мост строился то правители хотели придать ему невероятную прочность и монументальность ведь по мосту должны были проезжать императорские колесницы о том как в мост добавляли яйца и сыр мы рассказывали ранее поэтому сегодня эту историю опустим когда мост открыли то по каменному новоделу первым пустили не кошку как это принято в христианском мире а черного петуха который должен был разогнать своим присутствием дьявольские силы в семнадцатом веке на мосту стали устанавливать скульптуры людей большинство нынешних скульптур это точные копии тех что создавались в давние времена оригиналы хранятся в национальном музее Праги однако это не мешает посетителям моста верить в чудеса которые даруют некоторые фигуры одним из самых приметных считается изваяние святого мученика Яна Непомуцкого каждый из туристов считает своим долгом дотронуться до него и загадать желания в тех местах которым прикасались руки путешественников бронза отполирована до золотого блеска а история с его канонизацией такова Яну Непомуцкому исповедовалась чешская королева когда король заподозрил ее в неверности то потребовал чтобы ему поведали о чем она рассказывала в своих исповедях Непомуцкий отказался и сохранил тайну исповеди за что и был сброшен с моста воды волтавы когда мертвого священника вытащили из воды рыбаки то вокруг его головы сияли звезды Непомуцкого канонизировали а в том месте Карлового моста откуда он был сброшен в реку находится мемориальный крест приложите руку кресту и загадайте желание оно обязательно на Карловом мосту конечно же аншлаг как иначе и так и что было смешно стояли люди пытались фотографироваться причем там женщина и мужчина мужчина фотографировала она говорит подожди пусть все пройдут сфотографируй меня без людей то есть не сфотографируй меня сегодня без людей нужно было фотографироваться во времена коронавируса мы тогда приходили до Карлов мост только вдвоем никого не было И были даже такие времена, когда мы приходили, чтобы сфотографироваться на фоне людей. Мы их выжидали, когда кто-то появится на Карловом мосту. Потому что во времена коронавируса все же одичали, людей нет. А Карлов мост пустой. А сейчас, извините, сейчас забудьте о таких временах. В общем, вот такие легенды мы вам сегодня рассказали. Если что-то еще вспомним, дорасскажем. Ну, будем идти уже в сторону дома, потому что у нас сегодня еще 9 марта. 8 марта по старому стилю. Идем отмечать вчерашнее 8 марта. Вот впереди вот эта статуя. Ее недавно открыли, потому что тут стояло все закрытое. Мы вообще не знали, что здесь будет. И вот такая статуя теперь здесь. Вообще она отличается от всех, она белая. И вот впервые мы ее видим. О, какое вот новинка у нас. Я пришла сюда. И когда я приехал, и пришла сюда. Если я правильно понимаю, наверху гроб стоит. Вот, чему-то там 40 или 50, ну понятно, чем веселиться вокруг гроба. В гробу лежит скелет. Вот, в общем-то, мы увидели новинку на Карловом мосту. Это чтобы понимать, что все эти статуи на воде. Ну а вот здесь вот сняли, например, какую-то статую тоже. А потом будем мы видеть новенькое что-нибудь. Ну их, скорее всего, реконструируют или переделывают. И что там с ними вообще происходит. А еще на мосту находится фигура рыцаря Роланда. Смельчак Роланд убил дракона и освободил принцессу. Она же влюбилась в юного героя и решила связать с ним свою судьбу. Однако рыцарь отказался, так как в Праге его ждала невеста. Разгневанный король приказал упечь Роланда в тюрьму, из которой юноша выбрался при помощи своего волшебного меча. Легенда гласит, что этот меч замурован где-то в основании моста. И когда городу будет угрожать, опасность Роланда восстанет из мертвых, достанет свой меч и поведет жителей города в бой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok